итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить гран туризма 3 аспек для второй playstation и на 2 же playstation ну для начала хочу поздравить вас всех с новым годом это первая наша серия в новом году хочу пожелать вам всем поставить для себя жизненные такие крепкие цели в этом году ну и чтобы они естественно у вас эти цели сбылись вы достигли намеченного вот ну что же касается нашего прохождения то в прошлой серии мы с вами заработали неплохой аппарат которому собственно говоря стремились раллийную тачку это lancer evolution 6 томми мякинена вот ну и в этом в этой серии как я в общем-то и говорил мы с вами займемся прохождением лицензии дабы на этом lancer у нас была возможность погонять в раллийных чемпионатах ну собственно говоря давайте начнем так ну еще тогда пара слов о голосовании которые я запустил у себя в группе вконтакте по поводу того от какого вида мне играть ну в общем большинство правда проголосовало не так много ну видимо я из этого делаю вывод что вообще не так важно людям от какого вида я играю но по крайней мере из тех кто проголосовал большинство проголосовало вот именно за вот этот вид и чтобы я собственно говоря продолжал на руле играть ну голосование естественно продолжается и вы по-прежнему можете зайти в группу и проголосовать там может что-то изменится но пока в общем будем играть от этого вида и вот уже первая неудача так что в общем пока все неизменно вот ралли я вообще первый раз на руле еду поэтому предрекаю множество фейлов ну и пока начал с ошибки конечно ну перемудрил слишком медленно вошел а сейчас получилось ну неплохо так тут у нас снова увековечить себя можно но уже кто-то вписал имя писал до нас так ну ладно начало положено ну в принципе самое легкое один всего поворот дальше думаю будет интересней так сейчас у нас королла ралли кар и уже немножко сложнее несколько поворотов да и трасса собственно говоря другая принципе трассы но как я погляжу это те же самые что были во второй части гран туризма только ну естественно с улучшенной графикой с улучшенной физикой здесь ралли ну во первом впечатлении мы уже с вами ездили по раллийным трассам я уже тогда сказал что ралли здесь гораздо более предсказуемо то есть физика здесь конечно над физикой раллийной именно поработали серьезно полифоники ага опять с первого раза не получилось ну ладно я думаю с первого раза вообще вряд ли где-то получится потому что в общем сложнее на руле тем более в раллийном режиме в котором я и так собственно говоря не силен так что приготовьтесь к большому количеству повторений большому количеству подходов так а со второго раза опять бронза ну ладно думаю золото нам точно не видать ни в одном из заданий может 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 даже и серебра не видать блин как хорошо все таки что в третьей части заданий в лицензиях снова стало восемь ну блин они это с лихвой конечно компенсируют в четвертой части увеличив вдвое количество заданий у него ой-ой-ой-ой ударился хоть не дисквалифицировали ну ё-моё просто шкивает по стенкам надо привыкать тут конечно так рулем надо аккуратней работа чем на асфальте хотя с другой стороны и порезче надо не так плавно потому что тогда вот так и будет по бортам елозить ну как-то так ну хорошо конечно что со второй попытки всегда почти я собственную тень делаю и этого хватает вот опять со второй попытки у нас бронза да в этой части конечно это очень хорошо что за раллиный режим будут давать машины поэтому будет я думаю гораздо интереснее его проходить ну хоть стимул какой-то будет потому что то что было во второй части ну там это вообще слезы конечно были проходить этот самый режим изо всякой награды просто ради ну не знаю ради удовлетворения собственного эго только так я это могу назвать только так я это могу назвать ой-ой-ой-ой-ой чуть было не врубился ну вот эта трасса тоже была я прям помню этот участок ну как обычно время истекло ну надеюсь что со второй попытки так же как в предыдущих получится пройти теме надо оставить эх там не хватило это 50 тысяч всего кстати вот здесь именно в раллином режиме тут надо именно с тормозом ну как мне вот сейчас кажется играться то есть не полностью выжимать педаль тормоза что тогда резина блокируется и ну тебя в общем проносит мимо поворота поэтому надо аккуратненько именно тормозом играть газ то в общем то тут менее критичен но все таки полноприводные машины а вот тормоз блокируется передние колеса тогда не очень хорошо ух ты даже прыжки ой 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 куда это меня понесло да что блин затяжной такой поворот ну 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 завальсировал ну это понятно что время стекло это я и сам понял так надеюсь вторая попытка будет более удачной ага вот так вот вообще врубились носом значит все таки исключают за тяжелые столкновения так аккуратнее аккуратнее я там тормоз кстати переезжал поэтому только говорил об этом и ошибся поэтому носом и щелкнулся так а есть ну пойдет ладно главное хоть какую-то нам статуеточку дают ох ты блин за окном тут появился у нас тоже раллист ледовое ралли устроил не знаю слышите вы или нет наверное не слышно было газанул так как следует прям в тему а это вот раз тоже я в курсе куча тещиных языков ну-ка сейчас проверим не забыл ли я технику прохождения шпилек ух ты с первого раза ну это неплохо неплохо конечно эффекты отдачи на именно раллиной трассе кошмарные в руки бьет достаточно сильно так ну что осталось всего лишь две вроде бы только начали лицензию осталось всего парочка заданий но правда там последняя будет полную трассу проехать посложнее будет ну ладно пока седьмое задание опять это же самая трасса только другой участок ухо тихо 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 все финиш ну-ка о отлично лично тоже пойдет тещины языки в общем с первого раза поддаются это хорошо так ну чё осталось последнее задание полная трасса и как раз таки вот она самая ленющая кстати трасса с этими самыми тещинами языками ну что стартуем так у нас асфальтик ух ты и в повороте асфальт изменили кстати во второй части асфальт кончался перед поворотом ошибочка небольшая но этот раз я помню достаточно неплохо все благодаря тому что я во второй части не мог я уж очень долго преодолеть поэтому ездил по ней достаточно много поэтому сейчас в общем-то легче ну на это есть хорошая русская пословица до тяжело в учении легко в бою но по сути учение было во второй части а сейчас серьезный бой тут третий наметился поэтому сейчас полегче поэтому наверно с первого раза на этой трассе задание издавал вот бы с первого раза сдать не всю длину трассы тут так не хочется по ней перепроезжать уж больно она длинная так в принципе осталось не так много а уже асфальт ничо си на асфальте конечно недостаточная поворачиваемость такая жесткая так ну а ну сдал 2 10 да чу си какой разрыв между серебром и золотом между серебром и бронзой точнее 9 секунд обалдеть ну благодаря этому собственно говоря издали хотя задел был большой еще ладно а вот собственно раллийная лицензия поздравления спасибо ребята спасибо так ну машину нам за это не дадут поэтому поэтому собственно говоря и все на этом у нас заканчивается а кстати мы на седьмом лансере ехали на прототипе седьмого лансера последнюю лицензию у нас уже целых 4 лансера так ну и вот он красавец на котором мы в следующей серии с вами продолжим выступать уже именно в ралли пойдем что-нибудь заработаем ну благо здесь в третьей части не так много раллийных гонок как это было во второй и за них за все будут давать машины машины прокаченные полностью раллийные так что их можно будет использовать дальше и в кольцевых гонках ну поднастроив конечно перед этим немножко но тем не менее ну а если что-то не понадобится можно будет продать уже и денег она будет стоить более или менее хороших вот видите даже этот лансер уже целых 75 тысяч стоит ну его мы конечно пока продавать не будем ну что же на этом все спасибо огромное что смотрели всех еще раз поздравляю с новым годом вот ну и увидимся в следующей серии подписывайтесь подписывайтесь на канал на группу вконтакте все ссылки есть под этим видео в описании ну и также еще раз скажу что в группе вконтакте до сих пор можно зайти и проголосовать относительно того какой вид мне использовать в прохождении гран туризма то есть либо вид от бампера вот с которым мы сейчас ездили и тогда я буду ездить с рулем либо же вид так что было видно машину саму но тогда я буду продолжать с джойстиком ну все на этом с вами я прощаюсь всем спасибо всем пока и большой удачи в новом году спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!